С надеждой на решение наболевших вопросов. Сегодня руководитель региональной приемной президента Дмитрий Сафонов провел прием жителей Воложского. Более 30 гаражин обратились к нему со своими жалобами. Они касались как частных, так и общегородских проблем. Первыми на прием пришла инициативная группа дольщиков в многоэтажке по улице Мира. Вот уже три года люди ходят по инстанциям, пытаясь добиться ввода дома в эксплуатацию. Из-за целого ряда нарушений, допущенных застройщикам, комиссия не принимает высотку. Тепень готовности, по сути дела, 90-95%. Как озвучили специалисты Булстройнадзора, там осталось решить вопрос по кровле, по подаче электричества, там газа нет в этом доме, и по теплу. Сейчас застройщик находится в состоянии банкротства. Неудивительно, что люди, вложившие строительство квартир в свои сбережения, опасаются, что останутся вообще без жилья. Городские власти в курсе проблемы. Ситуацию со злополучным домом Дмитрий Сафонов взял на личный контроль, поручив проработать вопрос в том числе и городской прокуратуре. Многолетнюю печальную историю имеет и другой объект, о котором руководителю региональной президентской приемной рассказал первостроитель Юрий Заболотников. Речь о здании на въезде в Волжский. Оно сгорело почти 10 лет назад и с тех пор зияет глазницами немногих оставшихся окон среди разваливающихся стен. Проблема, как поясняет мэр города, в наличии у здания множество собственников, большинство из которых находится далеко за пределами Волжского. Всего там 17 собственников. В этом здании 17. Там есть самая большая проблема. Там есть порядка 80 метров. Это госимущество. Именно не областное имущество, а федеральное. И мы вообще ничего не можем сделать с ними. Руководитель региональной приемной президента пообещал подключить к решению проблемы соответствующие федеральные структуры. Помощь центра нужна и в вопросе, с которым обратился к Дмитрию Сафонову Александр Рожнов. Заслуженный волжанин радует за передачу моста через плотину ГЭС на баланс государства. Ведь сейчас содержание, ремонт дороги, по сути являющейся частью федеральной трассы, лежит на плечах муниципалитета. Это бюджет города. Извините, когда бюджет города идет на федеральные объекты, а наши дороги здесь остаются без, так сказать, которые надо вкладывать и вкладывать по городу. Мы же видим, мы же ездим еще по городу. Этот вопрос, кстати, глава региона Андрей Бочаров уже обсуждал вместе с мэром Волжского, побывав на объекте, который сейчас требует капитальной реконструкции. Руководитель приемной президента в Волгоградской области также заверил, что со своей стороны тоже подключится к решению этой непростой проблемы. Вопрос на самом деле серьезный. Надо посмотреть, во-первых, есть уже правоустановочная документация, есть разделение собственности. И когда пытаешься соединить воедино уже разные имущественные комплексы, так сказать, вопрос не то, что там подвисает, просто им надо четко заниматься. Потому что вот сейчас, так сказать, из доклада Игоря Николаевича Воронина, я понял, что этим вопросом по большому счету до последнего времени никто и не занимался. А вот решить другой вопрос волнующей первостроителей, да и всех неравнодушных волжан, о реконструкции памятника строителям коммунизма можно и должно на местном уровне. Около 10 лет назад земля, на которой расположен монумент, была выведена из ведения властей Воужского, но и в поле зрения волгоградских не попала. Так что памятник оказался бесхозным, и сейчас его состояние иначе как удручающим не назовешь. Трещина и оголившаяся арматура грозит обрушением всей конструкции. Дмитрий Сафонов заверил пришедших на прием заслуженных волжан, что уже в ближайшие дни решит вопрос о ремонте монумента с властями Волгограда. В ходе приема звучало и множество иных просьб, как личных, помочь с лечением, с предоставлением жилья, так и касающихся всех горожан, например, по плате за общедомовые нужды или ремонту внутриквартальных дорог. Все они взяты Дмитрием Сафоновым на контроль, и по его словам, опыт предыдущих приемов свидетельствует, что практически все поручения, которые даются в ходе подобного общения с гражданами, выполняются в срок. Елена Лыкова, Светлана Олегбарова, Андрей Истомин, Церекомпания Ахтуба.